В Азербайджане планируют возродить производство обуви, применять намерно вертикальный интегрированный комплекс, то есть местным будет все от сырья до готовой продукции, никаких привозных материалов. Дело за малым – оказать государственную поддержку предпринимателям. В Азербайджане по итогам прошлого года заметно увеличилось производство обуви. Но это не означает, что спрос населения покрывается за счет местного производства. С чем это связано, попыталась узнать моя коллега Лидия Молодцова. Лидия, добрый вечер. Итак, из чего сегодня складывается цена на обувь? Здравствуй, Ильнара. Каждый из нас, который является потенциальным покупателем обуви, считает, что чем цена выше, тем качественнее обувь. В какой-то степени это правда, а с другой стороны, высокая стоимость не всегда является залогом качества. Могу не согласиться. Сейчас расскажу более подробно. Слушаем. Близится наступление лета, а это значит, наступает новый сезон для обуви. В Азербайджане по итогам 2020 года было произведено свыше 473 тысяч пар обуви, что в два с половиной раза больше по сравнению с 2019 годом. Но если учитывать, что население страны превышает 10 миллионов человек, становится очевидным, что количество выпущенных изделий не покрывает спрос лишь частично. Вместе с тем Азербайджан начал экспортировать обувь. В 2020 году страна поставила на зарубежные рынки продукцию стоимостью 679 тысяч долларов. Это незначительно превысило показатели 2019 года. Основным рынком сбыта обуви, произведенной в Азербайджане, стал Туркменистан. В эту страну было поставлено 92% всей продукции. Незначительный экспорт азербайджанской обуви наблюдался также в Италию, Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты. Что касается импорта, то за отчетный период Азербайджан сократил поставки зарубежной обуви на 8,5%. Но, несмотря на это, импорт в 37 раз превышает экспорт. Основными странами-поставщиками обуви в Азербайджан стали Китай, Турция, Грузия и Италия. На долю Поднебесной пришелся 31% от всего импорта. На долю братской страны 21%. Грузия с 19,5% занимает третью строчку. А доля Италии в экспорте обуви в Азербайджан составила 14,5%. В общей сложности на эти четыре страны пришлось 86% от всего импорта обуви в Азербайджан. Страну обувь также завозили из Вьетнама, Индонезии, Ирана, Испании, Индии и Украины. Отметим, что на освобожденных землях Азербайджана имеются все возможности для развития животноводства. Итальянские компании уже заявили о готовности построить бувольную ферму и запустить производство сыров в Зангелане. Сейчас стороны задумались над проектом по производству азербайджанской обуви по итальянским технологиям. Выпуск высококачественной обуви поможет покрыть внутренний спрос и нарастить экспорт. Возвращаясь к твоему вопросу, Ильнара. Сегодня цена на обувь, как и много лет назад, складывается из нескольких факторов. Это прежде всего себестоимость производства, расходы на транспортировку, складские расходы, налоговые и таможенные сборы, торговая наценка и накрутка за торговое имя. Проще говоря, бренд. Отсюда можно сделать вывод, что при выборе чего-либо качественно нельзя отталкиваться лишь от места изготовления и цены на товар. К сожалению, даже репутация бренда не всегда является залогом качества. Поэтому для нас идеальным вариантом могла бы быть обувь, производимая по импортной технологии. Но в пределах нашей страны. В этом случае возможен компромисс, в этом случае возможен компромисс. На этом у меня все. Спасибо, Лидия. С ценами на обувь нас ознакомила моя коллега Лидия Молодцова. Продолжение следует...